итак добрый день дорогие друзья всем привет и у нас сегодня урок из аэропорта стамбульского аэропорта надеюсь что мне хватит интернета в телефоне все не закончится в середине и мы начинаем да продолжаем вернее за 4 шаблодов сегодня у нас 17 18 тому за ну пост как за 17 тому за и что интересно что меня в турции больше всего удивило просто больше всего я просто даже прямо можно сказать для меня это было таким открытием что сейчас месяц который идет в турции называется тоже томус и будет месяц потом после августа сентября то у них и луна то есть абсолютно совпадает с еврейскими названиями месяцев я еще посмотрел потом в википедии все месяцы и где-то три названия месяца совпадает томус элуль и нисан очень удивительно вот я как штатин я думаю тоже не знал что апрель в турции на турецком нисан а сейчас идет месяц томус а потом будет месяц и луна вот объясните мне откуда потом у нас идет об а у них август это кстати интересно что везде август а евресте месяц апрель 9 августа но тоже похоже потом и луна для меня это было странно мне казалось что это древние еврестии название или как минимум вавилонский оказалось турецкий тоже хорошо значит сегодня у нас 18 тому за 17 июля и мы продолжаем изучать тору книга йом йом нам рассказывает такой интересный факт что альтер-эрэбэ это первый рэбэ хабада он говорил про хасида одного которого звали моши веленьки он говорил про него так он обладает величием интеллекта то есть величие интеллекта что имеется ввиду значит его разум способен объединять даже противоположной концепции с величие интеллекта это интеллект как свет такой как прожектор который проникает в суть вещей и соединяет вещи он говорит а за 10 лет упорного труда в изучении туры и служения его интеллект приобрел широту что такая широта широта это когда он не только вглубь идет но и вширь он объединяет очень много разных знаний из них соединяет ну то есть он видит реальность более объемный такой стерео 3d 4d то есть это то что называется широта взгляда и тут про него приводится еще один факт три года он готовился к встрече с альтер-эрэбэ то есть три года он настраивался на этот ехидут ехидут мы знаем что это была встреча между срэбэ на которой рэбэ с помощью специальной своей вы с высокого уровня восприятия он видел у каждого человека корень его души и говорил ему в чем его личное предназначение в служении богу и направлял его на этот путь так вот три года рамоши виленте вот этот хасид он готовился к встрече с трэбэ к этому ехидуту а после этого на 7 лет остался в лиозной этот городе жил тогда рэбэ для того чтобы воплотить сказанное на ехидуте в служение на практике вот это вот были люди понимаете то есть сейчас мы чем озабочены сидишь думаешь что там ну какие то есть у каждого свои проблемы не буду сейчас перечислять свои эти проблемы они такие очень очень небольшие а рамоши виленте он три года готовился к встрече с трэбэ чтобы услышать чем его главное такая вот и сказать его предназначение в служении всевышнего вот как именно надо служить и потом семь лет этого воплощал этому этого человек пришел в этот мир он знает зачем пришел он как бы занимается всю жизнь важным важнейшим делом реализации своего божественного потенциала это очень круто а мы занимаемся все время ну вот большинство людей занимается какими-то внешними такими небольшими вещами все время идет погоня за какими-то там удовольствиями избегания проблем страданий и так далее а люди вы так и служат всевышнему про духовный рост такой прям невероятный духовный рост служения что интересно да вот те которые именно так в таком формате служат всевышнему то есть на сто процентов они очень счастливые то есть них нет проблем вообще нет проблем вся их жизнь это разговор со всевышним вот именно теперь давайте посмотрим книгу обретение неба на земле и она нам как раз дает еще один ракурс такой широта восприятия давайте посмотрим второй ракурс божественно все эта дорога авраама говорит этот авраам понял что есть реально за пределами любой другой реальности все перед ней кажется не существует не существующим поэтому он разбил и дала и объявил всем людям во всех странах что есть только один бог это было такое открытие он вот именно увидел что весь этот мир и это как есть книга такая маска вселенная то есть весь этот мир это маска которая скрывает всевышнего который находится за маской и это же маска на с одной стороны скрывает всевышнего но с другой стороны маска она она показывает сейчас вот такая маска я понимаю что всевышний радуется план война например я понимаю что всевышний гневается то есть вся вот эта реальность это как проявление всевышнего евроам это увидел и сказал что божественно все вот вторую часть этого сегодняшнего высказывания не очень хорошо понял все боже авраам сказал божественно все а вот все божественно эта дорога была и цхака сына авраама да что это в чем разница этот сказал божественно все все это божественно отец как сказал все божественно поменял слова с как видел что мир на самом деле божественно он это видел ему папа объяснил показал все поэтому он копал колодцы и в земле и в людях выкопал и выбросил тьму нашел в каждой вещи божественные искры из как боролся с тьмой как это понять как это понять я не знаю честно вам скажу мнение то есть то что вот идея авраама мне понятно что мир это все божественно все это это понятно да то есть этот мир это проявление всевышнего а вот божественно все и как как туда копать как бороться с тьмой мне непонятно чтобы было всем рифа шлема чтобы было полнейшее полнейшего здравления всем добрым хорошим людям чтобы они через это я тоже видел недавно такую вещь интересную что всевышний что человек по-настоящему приближается ко всевышнему только когда у него наступают вот эти сложные моменты в жизни и он через эти сложные моменты у него происходит огромный духовный рост дай бог чтобы мы росли духовно без проблем хорошо значит недельная глава сегодня мотод я боюсь что сейчас интернет закончились и прервется то значит все значит байдабер муши или раша мотод говорил муши главам колен сыновьям израиля говоря это вещь которую приказал бог значит почему он сказал это главам колен началов он учил это начале а затем учил всех остальных то есть есть все таки в мире в этом есть структура то есть структура и каждый человек и занимает занимает свое какое-то место в этой структуре мироздания то есть у каждого из нас мы все находимся под влиянием каких-то людей и мы все влияем на каких-то людей ты такая как пирамидка на вершине раньше был царь был царь и царь и он единолично решал все вопросы сейчас на вершине нельзя сказать что есть царь нет в мире царей сейчас да ну то есть есть условные цари есть какие-то там лидеры президенты они они принимают решение потом дальше эти решения реализовывают какие-то их там начальники военачальники вот в америке очень равновесная система есть президент есть конгресс в котором заседают конгрессмены есть сенат в котором заседают сенаторы есть еще верховный суд которым заседают пожизненно судьи которые не зависят ни от конгресса ни от сената и вот такая система она как бы равновесная такая да то есть не может ни один человек ни президент не может ни один конгрессмен ни один сенатов не даже судья они не могут единолично управлять потому что для любого важного решения нужно подтверждение четырех но все должны согласиться и они все друг от друга не зависят система при которой президент или премьер-министр имеют неограниченную власть как например в северной корее да эта система она конечно называется тоталитарная не демократическая система и она опасна для людей потому что получается что один человек он решает судьбы миллионов это очень опасная система для людей и она неправильно конечно она неправильно потому что но с другой стороны видите правильно неправильно всегда так было всегда так было всегда были цари был царь давид но что интересно знаете что интересно цари они друг с другом воевали постоянно и друг друга убивали мир был построен на войнах на протяжении вся история человечества вся история человечества были войны, 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 войны. Прям очень мало было периодов, когда царь мог прожить свою жизнь не воюя. И внутри тоже, да? Вы знаете, что это же было ужасно? Против царей. Даже против меня больше всего, что поражает, я вам честно скажу, что царь Давид, который был наиболее выдающийся, можно сказать, царь. Хотя Машер Абейну тоже был еще более выдающийся. Он был пророк, ближе к Свышнему. На Машер Абейну восставали. Корах восставал на Машер Абейну. Народ восставал неоднократно на Машер Абейну. Это при том, что Бог лично через Машер Абейну давал Тору и показал, что написано, что они несколько раз и поверили в Бога и в Мошер и его раба. Восставали против Машер. Против царя Давида даже собственный сын восставал. Вот это у меня в голову никак не влазит. То есть его, а в шалом его сын, хотел убить. То есть это очень непонятная система. Почему люди в мире такие воинственные, почему они так любят восставать друг на друга, воевать, мне непонятно. Честно вам скажу, мне непонятно. Вот. Теперь, значит, в этой недельной главе Матод, она переводится колено, да, говорил Мошек главам колен. И говорит, вот слово, которое заповедовал Бог. Если кто-то либо Иш, Ки, Идор, Недор, Ля, Ше. Человек, когда возьмет обет перед Богом. О, Ишова. Или поклянется. Значит, запретить себе что-то. Значит, или когда он это сделает, чтобы он не обесценивал свои слова, а все, что он сказал, пускай сделает. Первый раз, первый раз, первый раз, Недор такой встречается, вот этот обет встречается, когда Яков шел, Яков шел, значит, убегал он от Исава, который хотел его убить. И он сказал Недор, он взял Недор перед Богом, что если ты вернешь меня с миром, потом с моим родителем, если я найду с Ижну, то, значит, десятую часть из того, что ты даешь мне, я отдам тебе и построю, и построю жертвенник Бога. Да, это обет Якова. Помните, есть там лестница в небо, когда он спал, ему снилась лестница, которая стоит на земле, а вершина ее уходит в небо. Эта лестница символизирует человека. Человек тоже, тело его находится на земле и из земли состоит. А слова и душа уходят в небо. И когда ты говоришь обет, обет это специальным языком, когда человек клянется перед Богом что-то сделать, и говорит нам Тора, обязательно нужно это выполнить. Значит, обязательно это нужно выполнить. И дальше, если женщина даст обет Богу, и тоже она возьмет обет такой, когда она еще девушка в доме отца своего, то что? Ее отец услышит ее, и если он смолчит, то это состоялось. А если нет, то отец может отменить. То же самое муж может отменить. Дальше рассказывается про то, что если женщина сказала, уже она замужем, то муж может отменить. И вот здесь мы, конечно, сталкиваемся с очень интересной идеей. Очень интересная идея. Вот муж на... То есть тут мы видим два процесса. Первый процесс. Если человек сказал обет перед Богом, он обязательно должен его выполнить. Это раз. Обет работает. То есть я могу сказать точно, есть целая глава в Шелханарухе, есть целая глава в Тенсор Шелханарухе про обеты. И там написано, например, в Тенсор Шелханарухе написано, что в моменты опасности или болезни и так далее, можно брать обеты. Но мудрецы сказали, лучше не надо. Лучше не надо брать обеты. Я помню, я слышал от Раваицкой Казельбера за царь. Я от него слышал, что когда он жил в Таштенте, было там несколько очень верующих таких евреев, никого не выпускали в Израиль. И было несколько евреев, трое там, по-моему, он рассказывал, они взяли обет перед Богом, что если Бог дадут им разрешение выехать в Израиль, это 70-е годы были, то они, значит, и как бы идет обет в две стороны. То есть, если ты сделаешь Бог, сделаешь это, я сделаю это, как договор такой. И они пообещали, по-моему, один-то был бресловский, пообещал поехать в Умань на Модилу Рабинахмана, а двое тоже что-то пообещали. И Равзильберг говорит, что им дают разрешение на выезд сразу, хотя до этого не давали. И у всех троих, трое заболевают и не могут выполнить свой обет. То есть, получается, что против них включается такая сила, как злое начало, чтобы, ну, обычно человек хочет выполнять заповеди. Он праведник, соблюдает заповеди, ничего не нарушает. У него с Богом хорошее отношение. Тут он вступает, как бы, на путь профессионала такого, да, он говорит Богу, Бог, услышь меня, я лично хочу от тебя чудо. Сделай мне чудо, а я сделаю это. То есть, он выходит на уровень отношений, который намного более мощный, чем просто, когда мы соблюдаем заповеди или молимся. В этот момент это соприкосновение с Богом, оно более сильное. И тут же включается злое начало, которое сопротивление такого же уровня. В общем, он говорит, мы собрались там 10, а обед можно снять. Папа может снять дочь, обед. Муж может снять обед жене сразу. А любому человеку может снять мудрец. Мудрец Торы. Если он мудрец Торы один, он может отменить этот обед. А если он не мудрец, то трое нужно для того, чтобы отменить обед, снять обед. И получается, что, значит, Равзильвер рассказывал, что собрали тогда, чтобы специально, это были очень три таких человека, какие-то очень неважные были в Торе люди, собрали 10 человек, он рассказывал, 10 собрали такой специальный обед, чтобы с них снять обед. То есть там происходит так, что человек, который брал обед, он говорит, я раскаиваюсь в том, что пообещал это Богу. Если бы я знал, что будет так, как сейчас, я бы этого никогда не сделал. то есть находят ему такое, как это называется, ну, специально из формулы, я ее не знаю, ему находят такую вещь, которая как бы снимает обед. И потом, или один мудрец, если он действительно большой мудрец, или трое мудрецов, или 10, они говорят вот этому, кто брал обед, снято с тебя, снято с тебя, снято, специально из формула. И получается, как он своими словами, он там зацепил, создал изменения, так же они своими словами убрали этот обед. Понятно, да? Значит, что мы отсюда видим? Первое, что обед человека, это сильная вещь, она работает. Второе, что когда она работает, ты попадаешь в очень, такую, знаете, как опасную зону. Третье, что один человек может снять другому обед, и мы видим здесь связь отца с дочерью, мужа с женой, связь очень сильная, которая проявляется в словах. И, в принципе, мы видим силу слова, которая есть у каждого из нас, и насколько то, что мы говорим, то, что мы обещаем, то, что мы собираемся сделать, то, что мы говорим, что мы можем сделать, не можем, насколько это реально влияет на нашу жизнь. Это вот сегодня такой у нас был урок Торы. Значит, услышал муж, смолчал, не воспрепятствовал, то состоялся, все ее обеты, и так далее. И если смолчит ей в ответ муж ее со дня на день, допустил он все обеты ее, и все здоровья ее, какие на ней, допустил их, ибо смолчал в день, когда он услышал. значит, в душе между мужем и женой, между папой и дочкой, пока она подросток, подросток и в доме ее отца. Все, вот такая вот у нас сегодня получилась короткий урок из аэропорта. Я должен уже идти на посадку. всем, кто постится, легкого поста, чтобы был легкий пост, но опять же, пост, он для того и нужен, чтобы он был, с одной стороны, легкий, а с другой стороны, и даже пост, чтобы мы взяли, постом мы берем на себя страдания, и чтобы эти страдания, они искупили, какие-то грехи, какие-то сложности, какие-то проблемы, и чтобы пост, он сокрушает, как бы, его животную душу, и вот я сейчас, например, я не ем, не пью, пить хочется, кушать хочется, тут весь аэропорт, все кушают, пьют, все, а я еще вчера, получилось так, что вечером не успел покушать, и я вот прям, ну я чувствую сейчас, что с этим постом, я прям снимаю с себя какие-то мои сложности, какие-то проблемы, которые, какие-то мои ошибки, которые я делал, чтобы Всевышний мне простил. В посте очень хорошо, раскаиваться, и исправлять свои какие-то ошибки. Все, всем удачи, успехов, счастливо.